В Казанском федеральном университете продолжается работа над лекарством от COVID-19. Важным фактором в разработке лекарства является то, что Институт фундаментальной медицины и биологии имеет достаточно успешный опыт в геномных исследованиях, необходимое оборудование и высокопрофессиональные кадры. В нашей лаборатории мы разрабатываем так называемые ДНК-вакцины. Это генетическая конструкция, то есть по сути своей с помощью генной инженерии создается специальная генетическая конструкция, которая, попадая в клетку, приводит к тому, что клетка считывает эту генетическую информацию. На данный момент разработка вакцины идет полным ходом, однако возникли некоторые трудности. Некоторые компоненты застряли на таможне, из-за чего ход разработки слегка притормозился. Как только нужные компоненты прибудут в лаборатории, в Институте сразу же возобновится работа. Следующим этапом разработки вакцины станет испытание на животных. Ученые планируют перейти к этому этапу уже на следующей неделе. Мы введем ДНК-вакцину животным и посмотрим, вырабатывается у этих животных иммунный ответ антитела против коронавирусных белков или нет. Однако, как нам заявили ученые, сложнее всего не только создать вакцину, сколько пустить ее в массовое производство. По словам Альберта Резванова, массовое производство и вакцинация ожидаются не раньше 2021 года. Ожидается, что первые результаты клинических исследований появятся уже к концу лета, осенью. Но это еще только первый этап клинических исследований. Я думаю, что реально вакцина появится в лучшем случае к концу года, скорее всего в начале следующего года. И пока пандемия гуляет по планете и половина населения Земли сидит на самоизоляции, разработка вакцины от COVID-19 продолжается. И хочется верить, что совсем скоро болезнь будет побеждена и мир снова станет прежним. Лев Диденко, Виолета Басова, Лев Халиулин, Универ, Ньюс.